Очень важно. Мы сейчас будем говорить о видах планирования, его существует очень много. Самое главное разделение, которое мы сделали, когда работали на проекте в Норецком Никеле в 2005 году, мы поняли, чем различается планирование стратегическое и планирование тактическое. Большинство литературы, которую вы откроете, говорят о том, что стратегическое планирование это планирование на дальних временных горизонтах 3 года, кто-то говорит 10 лет, кто-то говорит 20 лет. А тактическое планирование это планирование на горизонтах квартал, год, два, год. Это неправда. Горизонты планирования временные тоже существуют. Мы сейчас будем об этом говорить. Но для бизнеса стратегическое и тактическое планирование различаются по одному простому критерию. Меняется экономический потенциал бизнеса или нет? Что такое экономический потенциал бизнеса? Это то, что он производит при этих ресурсах. Если мы говорим, что у нас торговая сеть состоит из 20 магазинов, и мы собираемся дальше работать внутри сети из 20 магазинов, то вот насколько бы лет вперед мы не рассматривали ситуацию, наше планирование будет в этом смысле тактическое. Потому что мы внутри 20 магазинов можем делать только две вещи. Какие? Увеличивать продажи и высушивать затраты. Все. И в этом смысле мы всегда будем оценивать там, как маркетинг, анализ внешней среды, среду вокруг этих 20 магазинов. Что происходит на этом региональном рынке? Что происходит вокруг каждого магазина? Какие люди живут, уезжают, они приезжают, как меняется их достаток, как меняются их потребности, что они едят. Но это тактика. Это такая вот моторика одна и та же. Если мы говорим, 20 магазинов это хорошо, но мы хотим иметь 40. Выйти из Пскова, например, освоить Псковскую область, или выйти из Пскова, освоить Новгород, или еще открыть соседний бизнес, то есть радикально изменить наш экономический потенциал. Вот в этот момент наше планирование становится стратегическим. И если таких шагов мы в течение года хотим сделать два, один магазин, в этом в январе 5 магазинов в мае, и там 35 магазинов в декабре, предположим. то мы в этом смысле делаем в течение года два стратегических шага. Два стратегических скачка. Потому что управлять одним магазином, управлять пятью, это две большие разницы. Управлять пятью, управлять 35-ю, это тоже две большие разницы. Меняется фокус внимания, помните, мы говорили, да? Меняется норма управляемости. Одним магазином ты можешь сам стоять за крылом.